Добрый вечер друзья, 2018 начали, 2019 проговорили, впереди весна 2020 года, значит так, сегодня разговор про прививки, но берем немного шире, потому что прививать это так, ну посмотрел рисунки, научился делать срезы, расщеп, все о чем еще говорить-то, все гораздо сложнее у всех получается. Теперь так, я не имею права скрывать, получил письмо, интересное письмо, вот, сейчас мы его, вот это вот ссылка, да, вот это вот, так сказать, последний из Магикан, учит людей болеть без таблеток. Так, если бы он не прожил 8-6 лет, я бы не стал бы вам это показывать, письмо, вот эту ссылку, вот, но за его стороне 8-6 лет жизни, так, ездил по стране, не допускали, не признавали настоящий профессор. Так вот, я к чему говорю, познакомьтесь с этим человеком, пожалуйста, вот, теперь, о, как же получилось, что здесь нет его фамилии, а я не то, что не запомнил, Ну, кто-нибудь, когда будет вопрос-ответ, кто-то из вас фамилию его назовет. Вот, мне кажется, что сильно много медики стали зарабатывать на наших болезнях, поэтому, ну, аналогия с этим самым, кто-то полчаса учит и калечит дерево, заработал деньги, А если бы он, как я сказал, ну, дерево лишних веток нет, точка, ему бы ни копейки не заплатили, получается, заманчиво. Цена, это самое, дорогая, от такой учебы, так и в медицине то же самое. Так, пойдем дальше. Вот это вот, Тимоша, он вам привет передает. Вот. Я его фотографию, почему здесь поместил? Дома на это внимание не обращают, а вот здесь ко мне он приходит, я говорю, так, развивайся. Вот. Отдаваю свою рубашку до пола. Трусов нет. Вот так ребенок должен воспитаться. Мальчик, все мальчики России. Еще раз на это обращаю внимание. Это не шутки. Вот. Еще одно-два поколения, мужчина вообще не останется. Так, теперь о прививках. Умельщик прививать 1%. Я говорю, именно умеющих, а не просто там состыковать до этих, а так, чтобы получить результат еще хоть какой-то. А желающих зарабатывать на саженцах 50%. Я проводил несколько вебинаров. Нет, это были семинары. Москва, Красноярск, Иржевск, Челябинск. И каждый раз я начинал очень хитро. Я говорил, здравствуйте, товарищи. Поднимите, пожалуйста, руки тех, кто хочет зарабатывать. Ну, не только на саженцах, на плодах. То есть, заниматься садоводством профессионально. Каждый раз поднималось примерно 50%, половина. Будем говорить о них. Ну, и вовлекать в свои ряды тех, кто пока об этом не думает. Вспомните всех моих лучших, как их назвать. Они самостоятельные люди. Они компьютерщики, они инженеры. Но как садоводы, они мои ученики. Вот. И стали моими учениками, заразились. Вот, как грибом. Теперь, вот это вот, видите, Яндекс. Каждый день я нажимаю. На Яндекс просто даже ничего не пишу. Каждый раз вот эти вот картинки. И каждый раз мне режут глаза, это стало чумой. Потому что есть эти прекрасные плоды. И правда сливы китайские, с универа Востока. И стоит она 450 рублей. Товар за 450 рублей не купишь. Только перекупщики, только с юга. Фотография моя очередная. Вот. Я к чему хочу сказать? Что это стало болезнью страшной. Это свеженький снимок. Каждый день. Ну, в неделю раз натыкаюсь на свои фотографии. На личные. Ладно. Это к тому, чтобы не расслаблялись. Смотрим сюда. До сих пор у нас... Я начал с чего? Мы же знаем прекрасно, что... У нас дела в стране очень плохи с садоводством. Кужа не бывает. Вот. Об этом должен был знать президент. Но его возили в Краснодарский край. Краснодарские навешали лапши. Вот. Я бы на месте бы сказал бы, ну, вы тут сидите за столе, там, совещание по повышению импортного замещения фруктов. А сам бы взял бы легковушку или какой-нибудь колхозный козлик и сел бы с двумя охранниками и по окрестным деревням. Узнал бы, что на самом деле творится. Ну, это ладно. Значит, теперь у нас с рекордсменом по мошенничеству была фирма. Она сейчас есть. Она продолжает работать. Вот это тот самый Бекер. Вот. Но первым, что по мошенничеству, по вранью, по подлости у неё перехватила вот эта фирма. Видите? Мини-деревья, 147 рублей. Четыре урожая за год. Вот. Кто-то сказал, что чем сильнее ложь, тем больше в неё верят. Это я к тому не попадайтесь, ребята. Четыре урожая за год. На подоконнике. Так, ладно. Не, ну, вы понимаете. Я думал, как они вот этот коллаж делали? Наверное, они сделали какую-то, взяли, может быть, какую-то вещь, может быть, даже бревно, не обязательно бревно, но истыкали гвоздями, на гвозди натыкали вот эти вот фрукты на гвозди и сфотографировали. Ой, я не могу. Так, вот это вот фотография. Здрасте, как она сюда? А, вот. Значит, смотрите. Здесь как-то, или я так сфотографировал. Я хочу разобраться с этим. Здесь рекламируется баррикос Артём за 250 рублей. Вот. Название знакомое, но это моё название. Релизовское. Сами понимаете. Ни один питомник не то, что не имеет права, ради бога. Но у них нет такого, да? Ладно, я тогда взял, посмотрел дальше. Итак, я раскрываю секрет. Почему? Сейчас поймёте. Я хочу понять. Если кто-то из моих друзей, то, слава богу. Например, Кудина Марина много у меня покупала. С её подачи иркутяне покупали. Так? Вот. Я ничего плохого сказать пока не могу. Просто мне вот взяла дама, где она делась сейчас. А, я эту фотографию... Она написала Рея Константинович. Вот. Высылаю вам это. Вот эту информацию. Посмотрите, здесь вы упоминаетесь. Вот я упомянулся. Итак, есть косточки. На сертификацию заложены, это самое, месяц-полтора назад. Саженцев ещё нет, но их уже продают. Вот так. Описание, всё честно. Фото, сорта и фото взяты с сайта Железного. Абрикос Артём. Моростойкость не менее 40 градусов. Но в этом речь-то идёт о моём... Всё правильно, но идёт о привитом абрикосе. А здесь продаю изливки саренцев, которые вырастут из косточек. Так. Я не мог пройти мимо этой информации. Я хочу понять правду. Вот. Или кто-то действительно из моих косточек выращивает. Но здоровье пусть распространяет. Так. Вот. Второе вот так вот выглядит. Это там же. Моростойкость, саженец Серафим. Тоже 200 рублей. Район Правобережный. Иркутская область. Дальше ничего нет. Тут, может быть, в другом месте есть. И опять изливки саренцев, которые вырастут. Меня смущает только одно. Допустим, это кто-то из моих друзей. Допустим, это кто-то честно выписал у меня косточки Серафима Амура. Вот. Только есть тут один такой нюанс. В этом году много-то я не мог. У меня их так мало было. Да нет, могли, конечно. Сотни, две, три могли выписать. Ладно. Изливки продать, почему нет? Надо же вернуть деньги. Я что хочу сказать. Вот когда речь идёт. Это же учёба. А морозостойкости, видите, размер плодов 30-50. А это непривитые будут из косточки. Может, будет 30-50, а может, ещё 20. То есть, тут уже не совсем. Не менее 40 градусов морозостойкость. Так. Но это у привитого. А здесь косточка. Вот. Или я в таких случаях предпочитаю так. Хотя бы вас научить. А вы ещё соседи и так далее. Ну, надо искать в конце. Продаёте. Сослали. Да, это самое. А вот. Косточки железов. Да. Но осталось убедиться, что это правда косточки железов. Звоните им вначале и говорите. Вот. Доказите, что это косточки железов. Хотя я ничего плохого не имею в виду. Надо размножать. И Артём, и этот самый. И Серафим. Они настолько стали морозостойки, прожив в Сибири по 30-40 лет. Может быть, и правда. Что-то из этого получится. Но лучше бы размножали, конечно, манджорцы. Это надёжнее. Там гарантия была. Даже получается, что тут наоборот. Вот когда я разделил косточки на полукультурные, это манджорцы и сеянцы амура, да. Они могут быть больше, чем с сарадического дерева. А вот эти вот Серафимы, это культурное дерево, крупноклодное. Оно может быть, наоборот, мельче получится. Вот. Поэтому лучше бы, конечно, начинать с манджорцы, с сыновей манджорцы. Жардели. Тем более, с Новоиркутск. Это север. По меркам садоводства. Так. Галина Яковлева. Тоже. Только вот сейчас пришло. Я хочу немножко поднять настроение. Вот человек, который никогда этим не занимался. Читаем. Отсвежащее письмо. Читайте на даты, посмотрите. 5 февраля проверила. А, да. Мы же будем учиться. Заложила косточки абрикосов. Так. Теперь. 3 января. Ладно. Месяц прошел. Правильно? Проверил. Оказалось, песок сухой. Это еще один случай. Помните, претензия ко мне была, что когда человек, раз, эти пакетики, а они уже второй месяц у меня лежат. А сливы-то уже чуть-то не третий месяц, уже два месяца минимум. Еще раз говорю, в маленьких пакетиках с сырым песком происходит, а с этого начинается питомник, мы решили про прививки говорить, про будущую профессию. Так вот, начинается все равно этот семян. И вот любой питомник так и привать с чего? Все с косточек, все с семечек. Значит, песок высыхает прямо в пакетиках, потому что всасывает как вот твердейшая скорлупа. Нет, она как губка всасывает влагу. А уж когда костка лопнула, тут вообще почти. И сухой песок. А его не хватает на все, допустим, 10 косточек. Поэтому смотрите, что получилось. Она уже наверняка перетарила, и тем не менее. Или это может быть не перетарила, а прямо в моих пакетиках. Месяц прошел, песок сухой. Добавила влажность. 12 марта еще расправила. Почти все с наклевом. Есть с приличными костками, с хвостиками. Сейчас я был после этого звонок, и мы разбирались с этим делом. Пришлось рассаживать по баночкам. Больше всего проросли кости под номером 8. 16 из 20. Аплодирую. Прекрасный результат. И я не болтаю. Номер 6. 3 из 10. И похуже. Но это не значит, что остальные 7 никогда не взойдут. Нет. Это вот промежуточный вариант. Но уже какой? И смотрите, некоторые приличные хвостики. Одни уже проклюнулись. Другие с хвостиками. А третьи еще спят. Разброс большой. В этом-то все головная боль нас с садоводом. Даже моя. Номер 5. 8 из 10. Вот. Отлично. Ну, один сгнил, перевлажнило. Один отломили кончик корешка. Жаль. Все равно посудил. Интересно, что получится. Я так. Я тоже задавал все вопросы. Но если корешок отломить. Что будет? Погибнет или все-таки выпустит запасной корешок. Номер 3. Не проснулись? 3 из 20. Прекрасно. И проснуться. Скорее всего. Разложила по 3-4 паночки. Номер 2. 4 из 20. Но это значит все впереди. В общем. Мы лишний раз убедились. Прекрасная. Так сказать. Перед нами развернутая картина. Теперь садить пора бы. Тогда уже есть что садить. И вот она мне звонит. Вот. И мы с ней разговариваем. И она говорит. Что мне делать? А, нет. Погодите. Гру. Это был. У меня столько звонков. Я живу от звонка до звонка. Это был звонок с Белоруссии. Тоже сегодня. Буквально час назад. Это значит, что мне дамы от Белоруссии. А вы ли это? Нет. Я не вспомню сейчас. Ну, вообще, в Белоруссии. Всю зиму не было снега. Вообще. Ровная погода. Сейчас небольшая плюсовая. Днем, ночью минус. Вот. А садить или нет? Потому что уже лопаются эти. Косточки лопаются. Ну, что я сказала? И мы так, и этак. И я сейчас опасно. Мыши еще не наелись. И только когда появляется зеленая трава, мыши убавляют свою эту активность. А до зеленой травы они голодные, как собаки. И получается, что и так, и так гадали. Потом, говорю, две корзины. Все яйца, две корзины. То есть, которые уже проклюнулись. Пусть высаживают. Которые спят. Пусть еще ждут. Есть время. Не рисковать всеми сразу. А вот и почему. А потом сама же привела пример, что гораздо позже у них. В июне у них было минус шесть, что ли? В июне. Ну, это уж никакие ворота. Вот вам и юг. Для нас в Беларуси это так на полпути каплики. А вот вам пожалуйста. Поэтому идеальных не бывает этих самых, как они называются, от технологий. Вот. Кто мог, то я вам как мог объяснил. Да? Головная боль. Вот. А, тут еще не все. А, я упрямый. Да. Это здорово. А нет, это Сахалин. Видите, какая разница? На Сахалине проклевываются. И это Беларусь проклевывается. На двух концах света. Так, теперь по двое выписано у Сергея. Буду приводить весной. Ну, по двое имеется в виду саженцы. Которые, из которых потом можно будет брать по двое. Смотрю вебинар. Ну, тогда что? Галина Яковлева. Привет вам раз смотрите. Вот зря боялась равно садать косточки. А вот мы с белорусской дамой поговорили. Оказывается, я сказал, надо бояться. А вас тем более Сахалин там еще кремом пожестче. Так, ну, я что смог сказал. Вести с полей. Вот такие вести. Сегодня Сергеевич полонос 31 год. Можете его поздравить. Хотя бы через меня. Вот. И мне когда даже смотреть вебинары. Вот. Вот там вот видите пень. А вот этот пень. Самый сладкий маньчжурец уничтожен. Ну, не смотрите на забор. И то наш слева. И это справа тоже. То есть, причина места много занимает. Тень дает. Саженцы плохо растут. Конечно, при нашей этих, в льготной жизни мы можем позволить себе спилить. Раз, два, три, четыре, пять абрикосов. И тем не менее, друзья, в жизни бы их не спилил, если бы в стране была земля. А у нас ее нет. Так. Видите, я когда вот эту фотографию сделал, я тут же повернулся на 108 градусов и сделал вот эту. Вот. Мы все говорим. У нас может весь наш народ, включая нас с вами, с энтузиазмом воспринял понятие. Это самое. О том, что впереди институция. В конституции нет самого главного. Самого главного пункта, ради которого она должна существовать. Каждый из нас имеет право на землю. Вот эта земля продавалась по 50 тысяч сотка. Вот. И никто не купил. Теперь она ни на что не годится. Ну, то есть половина из нее, по крайней мере, уже ни на что не годится. Так вот. Такая у нас горькая история. Вот так мы живем. Мы за все годы уже вырубили столько. Ой. Горько. Давайте не буду портить себе настроение и вам. Вот. Вот это вот. Еще. У нас же как. Идут отголоски от всевозможных писем, дискуссий. Да. Кто-то поддерживает. Кто-то нет. Кто-то считает, что муравей зряющие враги. Мне было легче. Я учился на Украине. В деревенской сельской школе. Меня там научили многому, в том числе. Главное, не многому, но принципиальному. Муравей, главный защитник сада. Убитый в мою башку. Шестьдесят лет назад. Вбитый в мою башку. Вот. А сейчас. А сейчас кандидат наук уксуса в них поливает. Вот. Вот смотрим. Чья правда. Если без эмоций. Если не обзываться. Вот. Она меня обзовет. Какими-то невежими. Я ее предателем. Но если без этого. Смотрите. Эту фотографию лет 15-20. Не помню. Этот уголок сада засаживался. Да. Слива. Вот это вот. Сувенир Востока. Если кто помнит. Лет 8-10 назад я проводил семинары. Есть фильм. Есть даже музыкальный фильм. И там мы стоим возле здоровенного дерева. Там столько этих слив. А вот видите муравейник. Вот. Защитник. А. Ведь я же должен был их уничтожить. Вот. Как бы уничтожить. Интересно. Было бы такие урожаи. Нет. А на дереве-то ни одной дырочки. Помните фильм снимал. Телевидение Абаканское. Вот. Он в открытом доступе. Смотрите. А вот это вот. Евразия 21 слива. Сколько прекрасных фотографий с ней сделано. Все красавицы. Кто у меня побывал. Заходили под сень этого дерева. И непонятно кто кого украшал. Они. Прекрасное. Крупноплодное дерево. Или. Плоды их. А вот это вот слева. Вот. Это абрикос. И вот этот абрикос. Да. Ну. Здесь это было. 20 лет. Ну. 15 лет прошло. Ну. 100-150 ведер дал. Да. Давайте посчитаем его себестоимость. Он и сейчас жив. Его себестоимость. Значит. Ну. Косточка 25 рублей. Ну. Результат вы видели. Там вверх. Вы помните. Там это. Ну. Письмо. Да. Допустим. Две косточки понадобилось. Одна допустим. Кажа вторая не пошла. Выберу худший результат. 50 рублей косточка. Черенок 150 рублей. Дорого. Теперь. Кстати. Я цену скинул. Вообще не сказал. Но 20%. Потом забуду сказать. Антон Валерьевич. Если что напомните. Сейчас не хочу отвлекаться. Черенок 150 рублей. Ему полметра. А абрикосы можно. Одна. Вторая. Три. Ну. Три черенка. Это точно. Если не строгать их так. Состругивать. Состругивать. Пытаясь сделать кососредств. А черенок короче. Три прививки. То есть. Одна. 50 рублей. Получается. Фрагмент от черенка. Раз его хватит на три. Можно и на пять. То есть кто-то и десять. Если. Улучшенной каплировкой. Но тем не менее почкой. Ой. Не так. Улучшенной каплировкой. Но пусть даже основной почкой можно прививать. Вот. Когда экономим. Мы сегодня так делаем. Ну там бесценный черенок. Получается внизу 50. Вверху. Получается. Тоже 50. Вот. 100 рублей. Себестоимость. Это в худшем случае. 100 рублей. Себестоимость. Такое дерево. Через 15 лет. Она должна дать. Не меньше 150 бедер. Вот так. Вот такая статистика. Но желающих сильно. Потом. Сидит залез тот человек. 50 поднял руку. Прошли годы. Сколько из них стало питомника. Кого-то. 1-2. Те кто прижал ко мне. Побольше. Погуще. Каждый второй. Третий. Ну кто лично прижал. Кто в этом саду. Вот. В общем. Здесь две темы. Значит. Вот это вот. Защита. Раз. И себестоимость. Два. Идем дальше. Вот. Помните вопрос был. Я сказал. Потом на него подробно отвечу. Я вас потом буду знакомить с Мичурином. И вы поймете. Что все не так просто. Ниже буду. И может в другой раз. Иначе. Мичурин это очень тяжелая и сложная тема. Все-таки там не так с удовольствием. Как часть с удовольствием. То что касается селекции. Часто приходится делать наоборот. Чем это. Вот. Вы уже попробуйте. Слово применить. Какое-нибудь типа. Скопить или это. Ой. Не хочу. Потом. Отдельно. И вот значит. Это вот. Из учебника. Так. Вот это правильно. Вот это неправильно. Вот этот. Я уже говорил. Но вопрос задали. Я отвечаю. Для меня оба неправильны. Этот умрет раньше. Этот позже. Но это оба смертельных. Особенно. Это касается северной половины России. Даже не хочу дальше комментировать. Потом поговорю. Значит. Вот это реальность. Я вынужден напомнить. Тех. Кто любит все-таки. И говорит. А вот это почкой приводит. А вот это почкой. А почему и не почкой. А действительно. Экономится. Черенок. Если у меня получается. Самый ценный. Еще нижний фрагмент. От полуметровой ветки. Я уже не говорю про метровую. Все равно нижний. Потом еще одна. Две. И дальше. Если селекция. То лучше выше не брать. А здесь. Каждая почка идет дело. И получается. Если их там 30. Значит 30 получится. Не 3. А 30. Здесь раз больше. Все питомники вынуждены выращивать вот такую дрянь. Извините за выражение. А и вот когда. Товарищ которым. Я немножко уже рассказывал. Крупный предприниматель. Сам. За агронома был. Хотя агронома нанял. Понятно. Так вот. Он обзвонил все сибирские питомники. Вплоть до Урала. И все сказали. Не приезжать. Не продадим. Когда приедете. Только почты. Вот. Понятно. Теперь. Смотрите. Вот эта вот фраза. Это чтобы мне понятно было. Я вот фотографию показывал. Просто я хочу на этом акцент сделать. Раз вы будете. Многие из вас станут питомниководами. Я не говорю что многие. Хотелось бы чтобы многие. Чтобы вытеснить эту всю шушеру. С рынка. Которые ничего не знают. Ну. Представляете. Я упомянул. Лидеров среди мошенников. Фирму Беккер. Да. Они дают команду. Компьютерщику. Он рисует. Заметьте. Рисует. Он рисует. Не идет фотографию в сад. Делать сад это нет. Он рисует персик. А назвал абрикосом. И написано. Абрикос минус 42. А на картинке персик. Спутать персик и абрикос. Знаете. В той фирме Беккер работает. Даже в центральном офисе. Наверняка десятки людей. И ни один из них персик и абрикоса не отличает. Это уровень садовоза. Понятно. Да. А и поэтому я написал. Только сами. Напомню еще раз. Пусть не этот снимок. Жаль у меня того снимка не сохранилась. Там на другом снимке у меня абрикос. То есть яблоня. У нее корни и кончики смотрят вверх. То есть им лень было копать яму. Они маленькую коричную яму вдавили саженец. Так вдавили, что корни развернулись и торчали вверх. Но черный не растет. Подхожу, выдернул. Даже не копал. Ямочка-то малюхонькая. Вот и вся причина. То есть садили такие халтурщики. Вот. Страшно. И поэтому еще раз. Это просто мой совет. Только сами. Все. Или вы будете выращивать, как Сергей видели. Вот. Или у вас не будет ни сада, ни авторитета. Евгений Городничин. Ближе к теме. Значит. Я целиком его письмо скопировал. Ольга из Москвы спросила, где достать хороший нож на привык. Евгений ответил за меня. Ольга из Москвы. Есть дорогие немецкие ножи фирмы Тина. Я слышал про это. Есть подешевле итальянской фирмы. Два бульвола. Тоже хорошие. И он пишет. У меня нож заказной из кованой стали. 1400 рублей заплатил. Ну, оно того стоит. Вспомните про 150 ведер. Это самое. С одного дерева абрикоса. Наверное, она купается. Вот. Я предпочитаю. Конечно, у меня нож казенный. Смотрите. Вот этот левый нож я его подарил Сергею. Он им работает. Вот это фильмы. Сей, 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 линген. Вот. Она и есть самая настоящая. Самые ценные ножи. Дорогие. Эти два я покупал в разное время. В Сен-Нагорске, в Москве. А на стороннюю заточку все прекрасно. Только, конечно, по качеству не уступает. Вот. Но самое интересное, когда бывает, что действительно сталь настолько хорошая, что вот он уже так заточен, уже можно работать. Хотя должен быть еще острее. А попробуйте. Он его не берет, этот самый. Жикая, жикая, что камень, точение не берет. То, что надо специально точить. Ток и отдавать. Но, в принципе, вот это идеальный нож. Вот. А дальше еще вот эта фотография я приготовил. Как раз меня тоже спросили. Да не только это спросили у Городничина Евгения. Он представил. Вот этот нож. Я что, чем богат? Вот этот нож мне подарил, значит, Сафронов Антон Валерьевич. Я им работаю последние годы. Чтобы не отбирать у Сергея. Вот он тоже прекрасно нож. Прекрасные результаты получаются. И вот еще два ножа. А это фроншивки. То есть, когда на ноже пишут, допустим, вот это самое. Что наш переверчий. Прямо так и пишут. Вот это наша кулировка. Здесь работает только пяточка. Потом ниже увидим. Раздвигается кора. Вставляется почка с щитком таким. Есть такое понятие щиток. Вырезается почка вместе с кусочком мяса. Коры. А эти двусторонние заточки. И эта двусторонняя заточка. И в результате, и уже когда у меня этот нож был, мне очень хорошая женщина прислала сюда. Вот подарок сделала. Может она думала, что у нее нет ножа. Или лишний нож не бывает. Теряются. Все-ка бывает. Я терял. Значит, видите. Здесь рисуночек. Вот он. Видите. Тут нож нарисован. Зеленый квадратик. И вот этот щиток. Не щиток. А вставляться будет сюда. Именно этот самый. Почка вставляться со щитком. Но что интересно. Нож на двусторонней заточке. И только для этого. А ей продали. Как привычный. А ей откуда значил на двусторонней заточке. То есть им только хлеб приезжать. Вот этим ножом. И еще скажу это. А сделано было хитро. Вот вы знаете, как можно зарабатывать. Вот этот нож. Да. Купили где-то оптом. Потом добавлять в это лето. Она не годится. Это сантехника. Помните. Прекрасно помогает трубы обматывать. Как-то эти кроты. Цены нет. А что касается садоводства. Она как сопля. Извините за выражение. И абсолютно непригодна. К этому делу. Вот не зря Антон Валерьевич. Делает прекрасные эти наборы. Поли-хлор-виниловой ткани. И пленки получаются прекрасные эти. Пленочки готовые. Которые я же и продаю вам же. Но это настоящее. А здесь кто-то соединил. И назвал. Набор для прививки. Человек покупает. Но потом оказывается и то и то не годится. Так что это будем считать наш любимец. Вот. Вот из этого вот. Я включил пока. Это мы помаленечку будем. Разбираться. Чтобы вас не напугать. Все-таки тема тяжелая. Вот. Смотрите. Доверял чужим суждениям. Раз. Пропали целые десятки лет. Вы понимаете что такое десятки лет. Это допустим 20-30 лет. Хорошо что была длинная жизнь. И он что-то успел вернуться. Что-то успел. Как-то это время догнать. Но тем не менее я вам скажу. Ой-ой-ой. Вот. Сейчас я вам тут так преподнесу. Как ни один человек пока на планете не преподносил. Сейчас поймете. Вот тут он упоминает. В центральных местах европейской части России нечего и думать о культуре зимних груш, винограда, черешня, абрикоса. Это якобы утверждали. А потом оказывается он пишет что это ошибочно. Подтверждалось лишь в исключительном случае. И вот получается как. Он был одинок. Было много. И селекционеров было пусть много. Наверное десятки, сотни. Просто увлеченных было тысячи. Десятки тысяч. Для кого-то же статьи печатал он и все. Но нас в тысячу раз больше. И получилось так что поехали на Украину. Что-то оттуда взял. А по него же по Митюрину получается. Что за гибридизацией. Но он правда пусть сенцевую. А у меня вегетативная. Которая не существует. Но тем не менее у него получается. Что они должны быть далеко раскиданы из разных мест. Это правильно или неправильно. Я не буду спорить. У него получается. Там тоже. Одна груша с юга Европы. А другая груша у него с усурийской. Я к чему говорю. У нас получилось так что. Если бы я вот эту книгу про что. Я бы даже не пытался ничего сделать. А все поймете к чему я говорю. Вот это вот и есть Дальний Восток. Вот персик хасанский. Из Дальнего Востока слива. Которая. Ой это самое. Да. Это. Китайская слива. На ней привит этот персик. Он выдержал. Несколько морозов. Очень крутых. Вот этот сливок делался. Я сейчас специально подчеркиваю. Это очень важно знать. Яркий пример. Но сливок удачный. Видно что я его не укрывал. Выше крыши. Вот. Все. Урожай. Все. И зима была. Я такие случаи запоминаю навсегда. Зима была мягкая по сибирским меркам. 30, 32, 35, 36, 37, 38. А это. Самое. Я подрабатывал на заводе. Поэтому уже когда уволился. Продолжал подрабатывать. А там табло. И там постоянная температура. И плюс еще телевизор. 37, 38, 35, 36, 35, 37. Ну за 38. Может было и 40. Но ночью. Когда никто не знает. Вот. Ночью все спят. Получается выдержало. Да. Выдержало. Вот. Но ведь это же не 26, 28. Когда они должны были погибнуть цветы. И в 30 погибнуть дерево. Все-таки какой-то это. Ну. Пусть Мичерин называл это единичными случаями. А дальше самое интересное начинается. Смотрите. Я вот сейчас как бы хочу вдохновить. Чтобы вы поняли. Смотрите. Пусть мы это когда-то видели один разочек. Ничего. Случается. Нежный иностранный сорт. Попадая при привлечении на дичок. Обладающий изрядом. Он выдающийся способностью. Пересиливать. Требования. Ну то есть поняли. Он сделал. Этот нежный иностранный сорт. Морозостойким. На конкретном дереве. Так. Теперь дальше. Внимание. Потом внимательно еще раз прощайте. Особенно. Среди вас много серьезных людей. Конечно ошибаются. Потому что. А. Приписывают удачу иным трудам. То есть. Это вроде бы тоже удача. Да. Вот. Я же начал с одной почки. С одного дерева. Оно было сиенцем. Оно замерзло. Оно было в поселке Сизая. Вот. Оно замерзло. Порн сегрой. Ловить было нечего. Сиенец же. А я его перенес вот сюда. Вот. На коленях стоял у пожилой учительницы. Пенсионерки. Вот. И получилось так, что. Допустим. Это и есть моя удача. Но удача. Для того, чтобы мне. Три суперсорта. В этой жизни. Получить. Я специально говорю. Можно считать это удачей. Я. В числе двух-трех энтузиастов. Организовал клуб садоводов в поселке Сизая. И если бы я его не организовал. Я бы про эти три суперсорта ничего не знал бы. Ни про шелковицу. Ни про суперсорты венгерки сверху. Крупноплодные. И наконец. Про этот же персик. Три суперсорта. А это удача. Вот. А вот говорят у фроловых. Кто-то. А у новых это. Вот пожалуйста. Вот так. Теперь. Самое интересное. Смотрите. Ошибаюсь. Потому что. Это очень важный момент. Но все остальное. Вся жизнь. Взятые черенки. От такого выносливого экземпляра. При прививке на другие дички. Опять дадут нежное растение. То есть замерзнут. Поняли. Да. Вот. Одно дерево есть. И все. Оно живет. Причем это средняя полоса. Это даже не Сибирь. Им до Сибири. Знаете. У нас на месяц позже. Раньше начинается зима. На месяц позже кончается зима. Она обморозит. Само собой. Вот. У нас немножко исправляет жаркое лето. И то. Сейчас уже забываем про жаркое лето. Когда нельзя было босиком ходить. Ноги горели. И вот эти времена позади. Ну ничего. Сад пока. Да не пока. Она всегда есть. И вот как выйти из этого положения. И так. Я беру отсюда. Мы же о прививках говорим. Правильно. Беру чернок на прививку. Так. И брал чернок на прививку. Я в конце концов убил эти деревья. Я рассказывал. Когда мне сожгли сад на острове. Я эти. У меня было четыре. Еще один сорт. Пять деревьев. Я с них срезал все ветки. Какие только мог на продажу. Вот. И продал. А тогда у меня популярность было больше чем сейчас. И получилось так что. Уже изувеченные деревья. Обкромсанные. Ну допустим. Тридцать. Пятьдесят века. С каждого такого дерева. Вот. Они погибли. Но это потом. А в начале все было прекрасно. Я брал ветки. Переносил себе. У меня сейчас есть этот сорт. Вот. И. Получается что. Человек от меня ветку получит. Ага. Уже Лизова Сибирь. Уже Лизова. Вот такой урожай. Да. Это сенсация мирового уровня. Вот. Ну заметили. Пару там приезжало. Два-три телевидения. Угощал. Вот. Ну это все равно все местечковое. Не дальше там Кемерово. Не дальше Красноярское. Не дальше. Ну в общем и все на этом. Вот. В Москве это даром не надо. И вот. А. Телеканал Культура приезжал. Ну и передача прошла незамеченная. Они не стали преподносить ее как сенсацию. А так. Люди даже не поняли. Я потом получал письма. У вас Краснодарский край или Краснодарский? Большинство решило, что Краснодарский. Вот. Ну и получилось так. Человек получит. А у него как. Допустим. Она пока на этом деле выдержала. Например. Соргарский мороз. Так. Я уж округляю. Перенесли. Вот. Ветку срезали. Уехала она. Допустим. Опять. Мичуринск. Город. Да. Где столько проблем с ними. Да. Попробуй там найти их. А. Она опять. Как было. У нее потенциал 30. Так. Есть 30. Вот. И все. Вот. Переноси на другой дичок. И все. Так вот. Что я придумал. Ну. Трица сработала. Так уж вышло, что не разбежаться же. Ну. Вот. Как был у меня. Вот. 35 лет у меня этот маньчжурский абрикос. Из них 30 плодоносит. Так. Сейчас с него беру. Сейчас начал брать всего потом. Ну. Родня. Все равно. Я их сыновьями назвал. Ну. Кто сказал. Что. Если взять косточку. Тоже маньчжурца. А. Сергей так же и привает с него. То есть берет. Поращивает. Привает. И опять это вот через 2 недели привает на все. Эти же самые нежные абрикосы. Нежные. И опять они выдержат 40 градусов. Поняли. Все по двое родственники. Так долго к этому подходил. Я же эту проблему решил. А. А еще одно слоение ментора. А мы уже про это проходили. В общем. Поняли. Я не отношусь к этому критически. К этой статье. Здесь все правильно написано. Вауево. И не так. Здесь существует. Один из вариантов. Который одинаково может быть и правильный. И неправильный. И отрицать нельзя. И соглашаться нельзя. Помните я говорил. Подвой выдает. Он же берет. Это самое. Из-под почвы. Из-под горизонта верхних. Туда чем ниже. Тем более супнабор. Тем более густой. Более морозостойкий. И пусть он передал. По кроне. Вот этого нежного. Как он пишет. Заведомо нежного. Иностранного сорта. Циркулярует. Тот самый незамедлежащий раствор. Что 30 и осталось. Мне. Почему я так смелый. Я несколько лет. Когда-то ждал. Что погибнет. Не получается. Не хочет гибнуть. По той простой причине. Что. Это все получается родня. А еще. Существует адаптация. От поколения на поколение. Второго на третьего. Третего четвертого. А значит. Балгийская совместимость тоже. А про нее. Я не знаю. Тут как-то. Про это ничего не написано. Конечно. Это самое. Получается. Заведомо нежный. Иностранный сорт. Он просто. У меня сколько случаев там было. Он не то. Что выдержит 40 градусов. И обычную зиму не выдержит. Он даже. Приживаться не хочет. Вот. Придешь по ряду. Из 10-8 мертвых. Он даже приживаться не хочет. Это при моем-то уме. Какая тут чертова разостойка. Когда он даже. Его сразу убивает. По двой. Это жалкая веточка. Две почки. А там мощная карьера. Конечно. Сразу убивает. Вот и все. Ладно. Разобрались. Идем дальше. Парея с Алексеем. Хочу поделиться с вами успехами. Прививки. Ваши чернуков. И вот. Я не стал бы его помещать. Если бы. Несмотря на какого. Удалось привить 8 из 10. Прекрасный результат. Хорошо. Теперь. Раз делиться успехом. Ночный новичок. Самое главное. Я выделил. Из этого письма. Ваши чернуки. Обладают большой жизненной силой. Это не я. А. Я. Чего купил. Зато продаю. Прижились так. Что место привыки стало малозаметным. А теперь вспомните. Вот эти привычные секаторы. Да. Со страшными этими. Как. Как наплывами калустами. Вот. У него не пошло 2 абрикоса. Академики. Ассарти Бородского. Так. Теперь. Груша сливая яблони. Отлично. Из абрикоса. Получился жердель. Так. Жердель. Интересно. Ладно. Поехали дальше. Причина неудачи. И отсутствие опыта. Все правильно. Самое главное. Это жизненная сила. А вот это вот. Сейчас мы ближе подойдем. К важнейшему моменту. Вот смотрите. Как. Есть фильм. Да. Где нас учат. Не то что убивать. Вот человек калечит деревья. Вот спросите. Вот тут раз. Тут бы вылезли. В эти. Ветки. Низко. Низко. Я. Знаете как. У нас очень сильный мороз. А я человек наблюдательный. А нас как учили. Причем литература. Один напишет про кукаряка. А остальные уже тем более. Кукаряка. Кукаряка. Что чем выше тем теплее. Я прививал всегда на земле. В последние годы за столом. Когда здоровье уже было не то. Вот. И ноги заболели. Я уже за столом часть прививал. А раньше все сто процентов на земле. Стою. Вернулось мороз. А я знаю. Завтра будет жара. Лопнут почки. И время уйдет. А мне надо тысячу привозить. Вот. Что я делаю. Минус пять. Минус десять. Я стою. Мне холодно. Я встал на колени. Мне тепло. Вот что хотите. Вот. Ощущения чисто мои. Я уверен. И деревце так же тепло. Я уверен. Что нижние скелетные ветки. Должны быть. Раз. Во-вторых. Они должны быть без радости. Даже здесь видно. Вот эти беленькие ветки. Вот это вот коричневое. Вот отсюда. Оторвали листик. Листик. Это уже ранки. Когда бы сам отпал. Рану не бывает. Они заплывают специальным этим носком. Калусом. А здесь нет. И вот получается. Вот он. Вот его руки. Вот. И он научили так. Это стало системой. И все. Ему надо искалечить дерево. А ведь это персик. А потом. С умным видом. Знаете. Самое крутое. Я у них. Даю цифры. До тридцати. Там. Двадцать пять. Двадцать восемь. Вот. Ну и. Это вот. Цветы еще раньше погибают. Вот. Не отдают себе отчет. Что творят. Ну как в этой ветке. Ну пусть они растут. Они. Я еще говорю. Мне. Ой. У нас там Тюмень. Ой. У нас там. О господи. Еще там. В северах Сахарина. Это ж на Сатурн. Да. Вот. А этот самый. Прям. Заказы делают там. Из Камчатки. Это же. Это же. Полярный круг. Вот он проходит. Кто изучал. Такая линия на карте. Вот. А Мурманск. А этот самый. Астрахань. Это ужас. И что. Я говорю. Да. Пожалуйста. Не пугайтесь. Вы сильно. Вы берете. Саженец. Выращиваете. Вот. И даже. Когда он вырастет. Тут я должен с вами поделиться. Быстро. Две минутки. Я прививаю. Простой каплировкой. Кстати. Это все. Делал. Я простой каплировкой. На острове. Я сделал тогда. Там. Полторы тысячи прививок. Да. Вот. И. Ну. Потом был. Прорыв. Бычков. Колхозных. 150 штук. Зашло. Изуродовали большую часть. Но до этого что было. Прошел год. Или год еще не прошел. Лучше. Простой каплировкой прививал. А она самая эффективная. Наискосок. И даже без расщепа. Вот. А я. Новичок. А уже. Промышленный сад заложил. Ошибался как многие. В ураганный ветер. У меня попадали какие. Самые красавцы. Духметровые. Которые были пониже. Что. Уцелели. Тогда. Со следующего года. Уже после того нашествия. Когда я по-новому. Привил. Все по-новому. Вот. Ну. Я уже. Что делал. Пусть я их на месте прививал. Я помню. Первый раз. Когда я только. Привозил из тайги. В эти. Сибирки. Я их просто. Рассаживал. Да. На постоянные места. А весной прививал. И вот. Когда я уже второй раз прививал. Пусть. Пересаживали. Само собой надо. 50%. Кроме. Я говорил. Для лучшей переживаемости. Есть еще. Сила ветра. То есть. Пусть он уже рос. Он прекрасный саженец. И даже без пересадки. А уже выращенный на месте. Я все равно отрезал верхнюю половину. Вы видели фотографии. Вспоминайте. Прекрасные. Прекрасные. Вырастали. Яблони. Прекрасные. Коренастые. Такие. Знаете. Такие крепенькие. Как боровички. С толстой штаммом. Толстые скелетные ветки. Естественно. Я не прорежал эти ветки. Я не делал с умным видом. А вот тут 8 скелетных веток на одном ярусе. А давайте ставим 3. Так положено. Кстати. Где положено. Какой-то первый чек написал. А остальные повторяли. Кукарекают. Сотни лет проположено. Нет. Не снизу. Штамп. Вот как здесь. А верхняя часть. Вот это вот. Ну и прививка почка. Вы видите. Вот. Посмотрите. Вот тут. Который чуть дальше. Посмотрите. Какая страшная рана. Она в несколько раз. По диаметру больше. Чем вот этот несчастный персик. А потом. Ой. Персик. Что-то у нас. Не выдерживает резервации мороза. И дохнут. И дохнут. И дохнут. Вот. Этот момент. Хотел сказать. И что-то сегодня. Патерезер. А. Это тоже очень важно. Я потом. Вроде бы не к месту. Но как будто специально. За 4. За 14 минут до начала. Нашего. Это. Значит. Метеоролог. По центральному телевидению. Сказал следующее. А. Вчера. Когда подвели итоги. 70 раздавленных машин. Сегодня показали. Раздавленную машину. В Москве. Во время урагана. И труп в машине. Вот. И. Конечно. Один секунд. Мелочь. По нашему. Как бы сказать. По мировоззрению. Которое сложилось. В обществе. Вот. Кто из этого. Станет специально изучать. Как правильно садиться. Женец. По железу. Чтобы он с первой минуты жизни. Не начал загнивать внутри. Вот. Чтобы даже дикоросы. Которые растут на улицах городов. Чтобы их не заковывали. В этот самый. В бетон. Потому что. Это самое. Они слабеют. Вот. Чтобы не убирали листья. Из-под деревьев. Чтобы при посадке. Отрезали верхнюю часть кроны. Вот. Чтобы он. Это самое. Не делали искусственный форм. Вроде шаров. Пальметы. Прочи херни. Вот это вот. И тогда деревья будут. Два раза долговечнее. И. И трупов бы не было. А. Для чего мы с вами сейчас разговариваем. Скажи. Сказать. Да. Нас мало. Да. Может быть стоит того. Я потом сутки. Всегда прихожу. После такого вебинара. Какое-то внутреннее напряжение. Это не просто я говорю. Вот. Я неделю перед этим. Так. Складывались. Какие-то фразы. Вот. А тут вот. Как сейчас. Про этот. Убийзовый мужчину. Сейчас он сказал. Это. Я тут же говорю. Когда-то будет создана. Книга. И она будет касаться. Не только. Культурных деревьев. Которые мы относимся. С повышенным интересом. И пытаемся им помочь. Вот. Хоть как-то. Да. А. Еще и дикоросом. Как садится дикорос на улицу города? Идетским способом. Копается яма. Птыкается дерево. Притаптывается. Дальше потом. Никто не делает. Рядом не вопьет колу. Не подровняет. Растет криво. И потом оно. Помните я показывал улицу Абакана. Это ужас. Это как. Эти самые. ловушки для мышей. Как будто мы мыши. В любое время прихлопнет. Знаете. Как ловушки падают. На мышей. Так и тут. И вот. Надеюсь. Что когда-то все это преобразится. То есть. Это. Каким-то образом. У нас человек попадет туда. А потом окажется. Да что здесь такого. Вот человек взял. Допустим. С трибуны. Как я. Сказал. Что. Мужчины должны ходить в юбках. Иначе они. Еще. Одно-два поколения. И это сам. Генотип мужчины. Мужчины. Исчезнет. Вот. Кстати. Вот она. Юбка. Вот она. Знаете. Как я их делаю. Я не шучу. Может. Не видно там. Это одеяло. Она имеет это. Как они называются. Присоски что ли. Вот. Не одеял. А полотенце. Оборачиваю талию. И хожу. Вот. Естественно. Под ним ничего нет. Под этим самым. И всем советую это самое делать. А потом. Как кто-то когда-то. С высокой трибуны. Когда хоть один умный человек прорвется к власти. Вот. И не постесняюсь скажет. Ребята. Все. Мы загнали. Мы вырастили целое поколение. Как инфантилов. Да. Слабых мужчин. Вот. Это горе для женщин. Это и слабые дети вот таких вырастают. Потому что они такую сперму производят. Что лучше бы вообще не рожать. Извините за натурализм. Вот. А. И везде и всюду. И вот. Вся задача моя. Чтобы когда-то человек такой прорвался к власти. Вот. А это. Вот. Помаленьку. Помаленьку. Может быть и так получится. Хотя шансов. Теперь так. Однажды. Извините. Опять я отвлекся. Значит. Я много лет не знал. А оказывается так просто. Надо было набрать. Там. В Яндексе всего лишь набрать. И найти фильм. Там. Фильм про Мичурина. Вот я набрал. Сейчас мы с вами поймем. Что причины Мичурина. Были связаны. И выводы его были оказываны. По моим понятиям. Я не говорю неправильно. Спорно. Я надо сказать. Вот так. Потому что Мичурина не может не ответить из могилы. А это не честно. Вот. Поэтому я просто. Никакой критики. Просто контактация факторов. А там принимайте. Вот это современный фильм. 21 века. Так. Вот. А откуда что начиналось. И вот мне повезло. Я нашел этот фильм. А этот фильм. Сейчас поймете. Насколько важно. И это касается нас. И прививки касается. Вот. Потому что мы должны как. Кто-то действительно скажет. Да пошел ты Железову. Если сам ничего не делал так. И знать не хочу. И думать не буду. Вот. И вот когда я начал. Я еще не с ней думал. Буду ли его смотреть. Только я видел вот эти штамбы. Да. Это начало фильма. Фотографию сделал. Вот. Я давай внимательно его дальше слушать. Вот. А он еще был живой. Это. Его поздравляли. Фильм снят при его жизни. Вот он. Вот. Видите. Фильм биография. Создание новых сортов. Теперь смотрим. Дело в том что. Мне кажется что. Многие выводы. Не совсем верны. По одной причине. Ну. Во-первых. Давайте различать. Мичурина. Селекционера. От нас. Содоводов. Которые хотят иметь. Просто плоды. Раз. И потом. Не зажиматься. В каких-то жестких условиях. Вот. Знаете. Для меня. Когда кто-то. Допустим. Возьмет. Ножницы. И. Острегет. Персики. Вокруг. Тачинки. Для меня это. Дикий ужас. Я. Вот. Есть. Какое-то. Мировоззренческое. Понятие. Я никогда. Не возьму. Вот. Даже. Мне. Скажи. Вот. Тебе. Пять тысяч рублей. Возьми ножницы. Просто подойди. К одному единственному. Этому. Цветочку. И. Скопи его. Вот. Даже. Один пестик. Просто. Один. Вот. Один. Не смогу. Почему. Принцип такой. А здесь. Вот. Презерватив. Вот. Искусственное опыление. Это. Все. Интересно. Но. Не для нас. Смотрим. Дальше. Вот. Вот. О. И. Наконец. Господи. Боже мой. На разе. Можно. Вырастить. Здоровое. Дерево. При такой. Формировке. Крон. А. Я однажды. Когда. Первое. Наткнулся. Может кто-то видел. Диалоги с Мичелиной. Мои фильмы. Их там. Один или два. А потом. Мне говорят. Продолжение. Давай. А я говорю. Я не буду. Не могу я. Мне и стыдно. И это. И думаю. Ладно. А тут. Там. Время идет. Что случилось. За это время. Ну. Тот фильм был. Допустим. Создан. Пять лет назад. А сейчас. У нас. Блогеров. Появилось. Больше. Чем. Блог. На собаке. На дикой. На дворовой. Они. Из всех щелей. Повылазили. Каждый из них. Надерет. Два десятка. Из интернета. Этих самых. И учит. Убивать. 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 Каждый. Найдет. Эти лишние ветки. И тогда. Я не выдержал. И. Показываю вам. То. Что я должен. Показать. Пять лет назад. Правда. Ничего. За эти пять лет. Бы не изменилось. Вот. Ну. Еще бы. Несколько сотен. Или тысяч человек. Перестали бы калечить. Но. Впереди. Ребята. Апрель. Вот. И зазвенят пилы. Зазвенят пилы. В садах. Вот. И каждый будет. Одни будут калечить деревья. Другие будут переживать. Вот. Я не сделал обрезку. Урожая не будет. Вот. Так. Настолько вбита в башку. Вот. Это. Самая страшная вещь на свете. Какую можно придумать. Вот. Поэтому. Я вынужден показать. Вот. Этот снимок. Это. С его фильма. Это показывает. Как. В его. Ну. Пусть уже не он. Он уже престарелый. Как у него выращивают деревья. Вот. И я тогда обратил внимание. Он много про селекцию. А нихрена же. Про это. Про агротехнику. Ну. Давайте смотреть. Что еще нашел. Интересно. Вот. 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 Самое. Сейчас. Мне приходится. Немножко. Переключиться. Сейчас. Я же вам рассказывал. Когда-то об этом. Как же мне быть-то. Хочется помещенно закончить. Ладно. Давайте так. Учеба есть учеба. Значит. И существует стандартный метод обучения. Так. Вот. Он пропагандируется и в 21 веке. Потому что. Вот этот. Я вам потом специально покажу. Это взято. Не из книги. Книга. Сейчас. Где она у меня. О боже. Это мой. Память-то. Все. Хуже. Хуже. Вот. Короче. Я себе пододелал фотографии. Я с удивлением увидел в этой Солупинской книге. 2008. А 1908 года. Вот эти же рисунки. Потом их перенесли. А это уже не из этого. Не оттуда. Вот. Просто не меняя ничего. Перефотографировали. И перенести с 19-го. Фактически. Ну раз. В 1908 год. Вот. Или все-таки. Нет. Потом отдельно. Даже. Передача будет небольшая. Посвященная этому. Давайте сам принцип. Который. Бит в башку с этого года. Я один раз рассказывал. Сейчас коротко. Значит. Берется дичок. Видите. Что такое. Не почищенный. А вот почистенный. Видите. Смотрим дальше. Вот. Теперь. Когда. Проходит время. Так. И он обрастает. Видите. Ну обрастает. Компулировка-то делается летом. Вот. Снова оброс. Его снова почистили. И наконец. Привили. Вот это уже привиты. Смотрите. Ну почкой привиты. Не забыли страшную рану нарисовать. Спасибо им за это. А дальше начинается самое страшное. Ну пусть так. Ладно. Пусть почкой. Пусть со страшной раной. Все. Дерево готово. Сейчас я вам покажу еще 4-5 снимков. Держите за стулья. После этого. Заметьте. Тот же самый однолеток. Вот. Колечится капитальнейшим образом. Это не смотрите. Это недомерка. Отдельная работа. Так. Весне следующего года оно опять вот это обросло. Видите. Вот. Потом это же дерево делают вот таким. Вот опять секатор. Это еще не все. Вот. Там я потом вам когда отдельный будет разговор. Я нашел еще 2. 46 и 47. Рисунок 246 и 247. Что они дальше над ними сделают. Вот. И вот это вот вбито в голову таким образом. Что начиная с такого посещенного дикого. Они путем длинных манипуляций приходят вот к этому вот. Зачем все это делается. И почему все это было во времена Мичурина. Так. И мне кажется что именно вот это что я вам сейчас рассказал. Показал. Вот за нормальным. Расти ты. Нет. Не коричь дальше. Вот. На этом можно было бы поставить точку. Вот. Но. Идем сюда. Вот это я. Ну пусть еще когда-то раз показал вам этот рисунок. Не рисунок. А фотографию. Значит. Ну тут было 2 темы. Всегда когда. Мы о прививках. Да. Это есть скелетная прививка. Она вынуждена. Значит. Берется. Пересаженное. А здесь оно было пересажено. И обрезано. Так. Оно растет следующим образом. Обычно обрезано. И вот как получается 2 почки. Одна верхушечная. Следуем за ней. Именно они становятся самыми мощными. Фактически закладывается скелет дерева. А тогда спрашивается. А эти дарьми же тоже никто не мешал расти. И вот по мнению супер специалистов. А их сотни тысячи. А еще и последовательные. Все это должно быть уничтожено. Вы поняли. Да. Уничтожено. То есть здесь должна быть рано. 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 И еще вот это должно быть отрезать. Это называется конкурент. Я утверждаю. Что их уничтожать нельзя. Почему? Снижает саморастойкость. Вот если его так сделать. Примерно 10-15 градусов. Ну то есть это уже не жилец. А они почему-то этого не знают. А что делать ветку. Чтобы не отрезать заподлицо. Как учат. Достаточно ее перепривить. И она отдаст побеги. Второстепенная. То есть они даже отстанут от роста вот от этих веток. Да. Не скрою. Вот эти ветки. Как правило дают меньше урожая. Чем вот следующий ярус. Но. И раз уж так случилось. Что мы взяли дерево. Мы его пересадили. Мы его сильно обрезали. Вот. Оно прекрасно прижилось. Как видите. Вот. То что вы видите. Это двухлетка. Так. Вот. Но на нем ран. Ну. То что вы видите. Обрезка вот этого. Видите. Это не просто обрезка. Это ветки на прививку взяты. Вот. И там возникает такая проблема. Что меня даже упрекали в этом. Почему я пропагандирую. С молодых деревьев брать. Тенки на прививку. Но это мы уже проходили. Вот. И вот я вот такой вот написал. фразу. Обрезка уничтожает саму идею прививок. Почему? Есть дерево непривитое. Вот. Ну. Культурное. Взять в виду. Почку. С культурного дерева. Ой. Почку. Косточку. Да. Оно допустим. 50-80. Или как у меня. Это 100 граммовых. Так. Вырастить. Оно должно замерзнуть в Сибири. По идее. Ну. А как иначе-то. Или где-то делать ее приземистое. Чтобы укрывать как часть снега. Какие-то несколько лет может поживет. Выражает нас. Да. Суперзема. Иди как же зима 40 градусов. Даже в Сибири. Правильно? Вот. Еще дерево синий скалечено. Все было бы нормально. Но. К сожалению. Мы для того и плеваем. Чтобы поднять паразостойкость. Хотя по Мичурину. Паразостойкость не поднимается ни на грамм. Вот так вот. И получается так, что. Вот эти вот ветки. Хотите терпеть. Хотите не терпеть. Они прекрасно плодоносят. И вы видели у меня кучу фотографий. Вот. Но при этом. Сохраняется. Низкая штамповая форма. Все-таки. Относительно. Вот то, что дальше здесь. Вот здесь. Здесь. Уже. Если бы ветреное место было. Я бы его здесь отрезал. Я больше не трогал. Пусть себе растет. Зачем лишняя рана. Но в ветреном месте. Я так делал наустрою. Но уже наученный тем. Что у меня добрая сотня. Лучших саженцев упало. Простая капулировка. Она не держит. У него нет замочка вот этого. Защепа друг за друга. Они слабее. Вот. На прочность. Вместо прививки. Тогда бы в ветреном месте. Учтите. Если у вас такое дерево получится. Вы еще вот тут отрежете. Пусть следующий раз будет не через метр. Как говорят. А вот это все. Выщипывайте. Эти почки просутся. И вас заставят. Помните сколько показывал. Диких страшных фотографий. Уже когда ветки. Там пол метра. Метра. Все это отрезать. 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 А потом начинается ярус. Через метр. Следующий. Якобы дерево должно быть. Ну более просторное. Менее затененное. Ну в общем. Все это глупости. Ваша задача будет. Ветреном месте вот тут отрезать. И пусть загущение будет. Не плевать на это. Угрож. Загущение спасает. Штамп. Вот. Неуеяние. Но мы тут опять проходили. Вот. Ну еще немножко. Вот это были времена. Я когда-то давным-давно. Может даже не. Еще раньше. Даже может. Не в этих 70 вебинарах. А еще раньше показывал вот эту фотографию. Сад и огород. Обратите внимание. Как вот эта дурь. Она же как идет. Я не знаю. Ой. Надо посмотреть. Веленская губерния. Веленская. Где это? У меня слово Веленская ни о чем не говорит. А еще говорят, что я начитанный. Губернское присутствие. Ну это где-то юг России скорее всего. Или Украина или Беларусь. Так вот. А ниже нету. Департамент. Срединародная школа крестьян. Ну. Понятно, что это где-то граница между 19 и 20 веком. Вот. Почему? Уже здесь. Раз одобрены департаменты. Я ненавижу департаменты, которые есть во всех. У нас около сотни. Включая там. У нас же есть. Что-то. По-моему. В 80-90 в чем-то этих регионах. Плюс Севастополь самостоятельный. Москва самостоятельный. Питер самостоятельный. Ну что-то около сотни. Вот. А везде есть департаменты. Я ненавижу департаменты с тех пор. Когда у меня начало получаться. Я специально подчеркиваю. У меня начали получаться результаты. Хорошие результаты. Причем они резко выделялись на фоне. Я уже знал кое-что. Печатая. То есть профессора, академики и прочие кандидаты. Досенты печатали свои статьи. И свои достижения. Я смотрю, что-то не то. Вот. И я тогда губернатору Краснодарского края написал письмо одному. А потом, когда сняли другому. Вот. В одном из... И сказал. Нужна помощь. Есть идея. И это самое. Нужно подключиться. Нужно... Мы можем такое сотворить Краснодарского края. Это будет лучше. Еще до того, как сад у меня был. Вот этот. На острове. Еще до того, как его сад гибли. Вот. Нужно просто... Просто... Да приедьте ко мне. Я вам покажу такое. Что вы щепнетесь. И потом заставите работать эти же департаменты. Вот. Ответ пришел не от губернатора. От одного. От департамента. Современного. Там было сказано. Что от нас хотите. Берите кредит. Ну, то есть. Нахрена нам ваши эти идеи. Нахрена нам ваши сорта. Хотя результаты. Если так смотреть. Ну, наверное, лучше в России. То есть. А это департаменты. Они должны как раз этим заниматься. Департамент сельскохозяйства. Краснодарского края. Меняется губернатор. И опять письмо пишу. Трудно одному. Страшно трудно. Невероятно. Вот. Нужна помощь. Просто помощь. Как-то это. Она может быть разная. Посидеть двоем с губернатором. Да. Угостить его. Сказать. Ну, давай тут придумаем. Тут бы деньжат подкинуть. Может быть это. Филиал сделать. Какого-нибудь института. У нас в Краснодарском крае. Несколько ночь. Вот. Вместо этого голос до сих пор в ушах стоит. Обидный голос из этого. Из Шушинска уже. То есть письмо от губернатора попало. Департамент туда. Теперь ссылает его в сельхозотдел. Шушинского райисполкона. Вот. Оттуда злобный голос. Вы чего от нас хотите? Ну, вот поговорили. Я трубку положил. И вот это. Когда я увидел этот слой департамент. Одобрено. А знаете, что одобрено? Я не знаю, я так говорю. Это все имеет большое значение. Смотрите, что одобрено. Внимание. Ну, то, что одобрено вот этот штамп. Вы же поняли. Это калека. Любое дерево с искусственным штампом. Это калека. На привитых деревьях штампа нет и быть не может. Его не положено. Ну, нету штампа. Нету. Это выпрямленная ветка бокового почки с бокового дерева. Ну, нету. Об этом, пока я не начал писать, меня, кроме вас, не знает никто. Ни один департамент этого не знает. Ни один ученый. Ничего. Они знают, что надо извечить этот штамп вот так. То есть, вот это вот, например. Вот. Все это надо извечить. Не положено. Вот это, это такая дикость. А вот смотрите дальше. Самое интересное, вот. Есть такое понятие улучшение корней. Это современники. Откуда они брали? Если это еще, вот, допустим, книга от 2008 года уже была без этих самых, без этих яти. Без сверстых знаков. То есть, она уже была более-менее современная. А это еще до того. То есть, уже тогда появилась бюрократия. Вот тогда появился департамент. Ого. Вот. А что он одобрил? Две штуки. То есть, ну, вы уже штаб увидели. Смотрите. При осенней посадке дерева, обрезку ветвей, должна произойти весной. То есть, осенью посадил на смерть, обрезка должна спасти дерево от умирания. Потому что впереди зима. Корни толком почвы не вжились. Центральный корень уничтожен. Пересадка уничтожена. Так. Вот. И. А если не пересадка, то сами уничтожают. Вот. Вы больше видите. И вот это вот несчастное создание, штамм целиком, а оно не может выглядеть. Весной бывает пол, в таких случаях пол короны сухая. Но это не значит, что нижняя часть короны здоровая. Верхняя часть сухая, а нижняя подгнила. Но мы этого не видим. Мы просто сократили ему век. Мы сделали его больным. На него накинутся жуки, пауки, гусеницы, тля. Вот этого. Вот. А вот сейчас у нас там около сотни департаментов. Хоть один там смотрит. Хоть один так что-то понимает в этом. Ничего. И вот получается. Оказывается. Обрезка ветвей производят. Ну, когда поздно, оно уже не обрезанное дерево, уже зиму, это самое, на морозе простояло. Видите? Это раз. И второе, смотрите. Вот. Результат обрезки корней. Специально. Через несколько месяцев после посадки. То есть, мало того, что изувечили корни при пересадке. Надо каждый корень, а часть из них ещё целая. Вы заметили? Каждый корень отрезали. Ну, что это такое, а? И вот эту коллегу. А потом проходит десятилетие, столетия уже пошли. Вот так, ребята. Вот это прислой департамент. У меня шерсть дыбом. Давление поднялось. Вот это я выдал. Правда, они об этом не знают. Вот. Они просто об этом не знают, что мы их материм, ругаем. Они живут своей жизнью. Пристроились. Господи. А надо, чтобы один человек там где-то просунулся. Чего у нас надо? Берите кредиты. Теперь смотрите сюда. Так. Вот это вот тоже я очередном месте остановил кадр. И сделал вот эту фотографию. Цветущее дерево. Оно всё побелено. Сейчас мы про это тоже будем говорить. Надо решить, белить или не белить. Потому что есть доводы за, есть доводы против. Но упираемся на то, что сам великий Иван Мичулин. Берил. Так. Так. Ну что. Сделать фотографию за перерыв. Слушайте, непрерывно устали. Я вот сегодня не устал почему-то. А вот. Вы не знаю. Ну давайте 3 минуты перерыв. Потом второй час пройдет. Вот. Я не мог. Хотя бы я там покажу еще и про прививку. Про Мичулинскую. Но тем не менее. Не мог пропустить и побил. Сейчас в 3 минутки я пойду кипяточку. Продобрение.